Всем привет! Сегодня мы будем сеять лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре на репку. Будем высевать такие сорта, как Ailsa Greg, сорт Exhibition. Будут высевать в одну емкость, так как по описанию они очень похожи, практически написано одно и то же. Затем лук-репчатый Bayram. Это гибрид. Из красных луков-это Emissar. И белый крупный лук. Это мне прислали мой подписчик. Попробуем посеять его обязательно. Сразу скажу, что лук я не пикирую по отдельным емкостям. Я сразу беру емкость высокую, насыпаю сюда земли не менее 10 сантиметров и высеваю семена. И уже с этих емкостей я высаживаю открытый грунт. Для меня просто не принципиально получить луковицу больше 500 грамм или еще выше. Для меня луковица средняя до 300 грамм. Это хороший размер. Поэтому я не стремлюсь его пикировать, как-то рассаживать. Здесь главное условие, чтобы взять глубокую емкость и соблюдать расстояние уже при посеве не менее 1 или 2 сантиметров. 1 сантиметр я оставляю для среднего лука, а уже крупный лук, как и Кси Биши, на расстоянии между семенами около 2 сантиметров или полтора. Что ж, начнем посев. Как я уже говорила ранее, я беру глубокую емкость, насыпала сюда почвой смеси не менее 10 сантиметров. Почвой смеси я делаю сама, у меня есть на канале видео. Немножко нужно плоским предметом прижать землю. Потом я беру вот такой инструмент и делаю борозды. Вот в такой емкости у меня получается 3 борозды. Приминаем землю. Люблю таким методом сажать и цветы, и лук репчатый. То есть линейно делаю строчки, между строчками оставляю борозды. Так очень удобно и поливать, и ухаживать за растением. И можно немножко, когда растение будет, если вдруг подвытягиваться, немножко можно его и окучить. Все. Борозды у нас готовы. Очень хорошо проливаем. Я проливаю водой, в которой разведен агат. Перед посевом семян я всегда их замачиваю ровно на одни сутки. В данном случае семена были замочены в растворе агата. Подписаны, накрыты вот такими тряпочками и поставлены в теплое место. Прошли одни сутки, и вот такие у меня семена. Я не жду, когда семена у меня проклюнутся, и появится белый росточек. Я высаживаю как есть. Считаю, что при посеве уже с ростками, особенно люди ждут, когда они большие появляются. По большей части они обламываются. Поэтому сею вот так. И еще, даже если семена у меня обработаны, как в данном случае у меня лук эксибишн, я все равно их замачиваю. При посеве я использую пинцет. С помощью пинцета я в наши борозды раскладываю семена лука. Соблюдаю это так, как это у меня сорт эксибишн. Расстояние между семенами у меня 2 сантиметра. Минимум полтора. Как я уже говорила, что я не рассаживаю затем лук по отдельным емкостям. И он здесь прекрасно растет. Главное, чтобы его не загущать, так как рассада у лука эксибишна очень мощная. И до высадки еще много времени. Этой емкости будет достаточно. Вот таким образом я разложила семена. Я думаю, что на камеру видно. Затем мы возьмем землю, смешанную с песком, один к одному. И присыпем наши посевы не менее 1-1,5 сантиметра. И таким образом я сейчас посею оставшиеся мои сорта лука. Обязательно этот лук мы должны подписать. Я делаю вот такие флажки. Они сделаны из бамбуковой палочки, которая продается в фикс прайсе. Разделена на 5-6 частей. Они такие длинные. Потом это у меня белая изолента обычная. Просто отматываешь кусочек, отрезаешь не менее 5 сантиметров, чтобы на каждую сторону приходилось примерно по 2,5 сантиметра, чтобы удобно было подписывать. И обычной ручкой на изоленте она... Ручка обычно очень хорошо пишет, только не гелевая, потому что гелевая она стирается. А обычная шарикова хорошо держится. И водой, между прочим, не смывается. Даже если смывается, то все равно остается надпись, которую легко можно прочитать. Я ставлю название сорта, номер присвоенный и какое число я посела. На обратной стороне также можно какие-то еще данные записать. Очень удобно. Она мягкая, эта изолента. И что очень удобно, что обычная шариковая ручка очень хорошо пишет на изоленте. Все, ставим флажок. Это мы поселили лук оксибишен. Затем я накрою прозрачным или пакетом, или пленкой и уберу в теплое место. Как только начнут пробиваться первые петельки, сразу выставляю на свет. И через 2 недели после всхода лука я обработаю, сделаю корневую подкормку гуматом калия. Это натуральное органическое удобрение на основе гуминовых кислот. Значит, корневую подкормку сделаю 15 мл на 5 л воды. Все больше никакими средствами я не пользуюсь до высадки лука в грунт. И уже дальнейшее развитие рассады лука и я вам все покажу. Если вам было интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь, не забывайте о колокольчике и оповещении, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!